Добрый вечер всем! Акс плюс Дазл, говорю, не случайно, потому что исключительно крутая комбинация двух героев. У Эмпайр Сэнд Кинг, скорее всего, отправится на сложную линию. Йоку будет забирать этого героя Скаря, Смак будет для Always on a Fly, Алоха Дэнс, я думаю, будет на Зи все. И в мид надо какого-то еще одного героя. Ниндзи в пижамах забанили Шадоу Демона. Шадоу Демона в прошлой игре не сильно помог, на самом деле. Инвокер, так и есть. Все-таки у нас Зевс будет саппортить и будет играть на нем Алоха Дэнса, а Инвокер для Резолюшена. Вот это да! Теперь Ниндзи в пижамах. Слардар. Слардар для Лимпа Эра забирает себе Шадоу Финда. Хэнскин будет играть на Леоне. Дазл будет у нас саппортить, и Йонусом Фан отправляется на Аксе в сложную силу килд. Я думаю, направится вместе с Йонусом Фаном на сложную, или же на легкую линию. Короче говоря, Дазл просто обязан здесь привязаться к Аксу, чтобы была возможность загнобить на Лайне кого угодно. Ну и со стороны команды Империя. Резолюшен забирает себе Инвокера. У Алоха Дэнс, Зевс, Always on a Fly будет на Скорос Магия, Сайлент на Джаггернауте, и Йоку будет играть на Сэнд Кинге. Быстрее, уже быстрее лапками перебирает во вражеский лес Сэнд Кинг. Здесь всего лишь два героя, могут в принципе и не убить, если встретятся. Хотя, опять же, здесь два героя, два стана. Поэтому, если встретиться с ними Йоку, лучше ему разворачиваться и бежать назад. Продолжение следует... Ну что, готовятся игроки к началу, собственно, матча. Ну, уже, в принципе-то, все готовы к началу матча. Надо бороться за руны. Эмпайр здесь оккупировали топ руну. В это время Аэра внизу, скорее всего, в соло. Заберет руну, никто ему не помешает. Ну что, Йоку будет в соло или все-таки кто-то к нему отправится? Алоха Дэнс на Зевсе мог бы помочь своему тиммейту. Все-таки Зевс у нас хорошо расправляется с вардами. Поэтому, если где-то будут пытаться Йоку контрить здесь через варды, то Алоха Дэнс там совсем не лишним будет. Резолюшн на мидлейне на инвокере против Шадоу Финда. Резолюшн идет у нас... Я надеюсь очень, что это будет Квас Векс. Или, если экзорд, то слишком крутой экзорд. Нет, не экзорд. Квас Векс, инвокер. Always One Offline на Скайросмаге здесь саппортит Сайлента. Сайлент на Джаггере. Силкит вместе с Йонусом Фаном. Как и предполагалось, стандартная дабла в сложную. Дазл плюс Акс. И, кстати, Силкит-то сильно проседает по ХП. Хилит себя. И как серьезно у нас тут... Always One Offline стрелял своему оппоненту. Йонусом Фан пока что здесь в соло. И просто не подпускает Always One Offline вообще к своему тиммейту у нас беднягу Дазла. Теперь вроде как можно и подойти. Эра против Резолюшн. У Резолюшн уже есть Блейдсов Атак. Готовится инвокер, я так понимаю, выйти в быстрые фейсбуцы. Дальше через атаку, через постоянный спам. Как же этот скилл называется? Забыл уже, а? Вылетело из головы. Через колд снэп, конечно же, да. Через колд снэп постоянно издеваться над СФом. Ну, посмотрим. Пока что у инвокера только квас вкачан. Больше, в общем-то, ну и все. И ульта прокачана. Сейчас будем на четвертом левеле ждать, что там появится. У Резолюшн Аквас уже в 2. Поэтому, в принципе, ХП-реген достаточно серьезный. Стоять на линии не проблемно. Тут для демеджа все необходимое скоро появится. Фейсбуцы вот-вот уже идут для Резолюшн. Совсем чуть-чуть осталось. 11 на 3 по крипам. Резолюшн на первом месте. Эра на втором. 7 на 0 у него. Йонасом Фан вместе с Силкидом не так хорошо себя чувствует, как могли бы. У Йонасом Фана всего лишь 6 крипов добито. У Эры 7, в свою очередь. Ну, а здесь Лимб 12 на 4. Лимб тут за всю команду отдувается. Йоку переместился в лес, что ли? Да, Йоку в собственный лес отправляется фармить. В принципе, второй Сен Сторм есть. Поэтому Сен Кинг может себе позволить и здесь выносить даггер. Не критично вообще. А ребята из команды НИП тут, в общем-то, даблой тоже могут стоять, а могут и разойтись. Хэнскин отправляется на поиски приключений. Леону делать рядом с Лимбом нечего. Стоит Лимб на фрифарме. Линию держит. В общем-то, проблем никаких. Экспу у него воровать нет смысла вообще никакого. Йоку делает здесь трипл стак крипов. Можно начинать фармить. Именно этим Йоку и занимается. Ну, в общем-то, со вторым Сен Стормом можно, в общем-то, нормально драться. Так, Олдснай пошел по Эре. Резолюшн ловит на хайграунде у нас Эру. Еще бы два удара и Эре отъехал. Но в итоге удачно в кусты спрятался у нас Шадоу Финт. В это время Йоку продолжает свое грязное песочное дело. Крипы должны здесь в итоге отваливаться. И Йоку здесь, ну, рано или поздно даггер выйдет. Ну, в общем-то, Сен Кинг очень круто себя чувствует в лесу. После последнего бафа данного героя фармить вообще становится не проблемой. А там уже, когда будет... Ну, вот, пожалуйста. Когда будет Сен Сторм четвертого левела, крипы просто моментально будут умирать. Время вообще не надо будет даже тратить. Йонасом Фана пытаются поймать. Сайлент будет ли крутиться? Надо засловить как-то Йонасом Фана. Крит проходит от Сайлента. Ну и всех... Так, Инвокер у нас на лоу ХП. Поднимает ветра здесь Эру. Еще один удар, Инвокер бы отъехал. Где у нас Always One Offline на топ-лейне? Инвокера чуть не убили. Йоку подходит здесь в спину к Эре. Вижена вроде бы не было. Эра так просто, видимо, интуитивно отошел от лайна. Ну и Резолюшн. Стоит сам себя хилит. 10,3 ХП регент в секунду. Вот такой вот квас Векс. Квас свое дело тоже, в принципе, знает. Поэтому... Хил для Инвокера достаточно плотный. Лимб в это время 28 на 11. На первом месте покреп стату. Инвокер от Резолюшна 26 на 7. Все равно в топе. Эра 22 на 1. Ну и Йоку надо дальше отправляться фармить себе на даггер. Йоку без даггера, в общем-то, единица не самая приятная и не очень боевая. Йон Сумфана будут пытаться поймать. Йоку вместе с Алоха Денсом должны забирать здесь Йон Сумфана. Есть, в принципе, Грейв у Силкида. Йон Сумфан здесь под ветром. Ну и Силкид даже не подходил. Грейв бросить не получилось бы. Тут, посмотрите, рейндж вы прекрасно знаете. Миниатюрный абсолютно. Ну и если бы бросил Грейв, забрали бы в итоге Йон Сумфана. И забрали точно так же бы Силкид. На счет становится 1-0 в пользу команды Империи. Ферст Блат уже для российского коллектива отошел. Торнадо колд снэп от инвокера. Фейсбуцы имеются по... Больше по артефактам ничего для резолюшена нет. В Курьере лежит для Йоку Сулринг. Ну и по мелочи для других саппортов команды Эмпайр. Йон Сумфан четвертого левела. Сайлент в это время пятый уровень. Сайлента есть. Фейсбуцы 400 копеек сверху. Подхил бы Сайленту какой-нибудь. Но нету в составе команды Эмпайр того, кто мог бы хилить. Силкид недалеко от Йонаса Мфана. Убили один раз, смогут убить и второй раз. Йоку вместе с Алоха Денсом. В спину. Сейчас могут двоих сразу забрать. Видит ли их Силкид? Ну Силкид их не видит. Здесь есть вижен от команды Эмпайр. Пошли цеплять Силкида. Йоку через кусты. Прыжок пошел по Силкиду. Силкид в Сайленте. Йонасом Фана будут ли дальше гнать? Ну тут наверное уже нет смысла. Но один фраг Эмпайр сделали. На топ-лейне 2-0 повела Империя. По голде они выигрывают... Нисколько. По голде они проигрывали 750. По экспириенсу в общем-то в ноль должны сейчас выйти. У инвокера уже есть Роуп оф зе Мэджи. Резолюшн, как я понимаю, выходит в итоге в... Оркит. Ну, классический класс-векс инвокер. Функциональный, быстрый. Хорошо регенищийся. Ну, прям находка для команды. Сайлент на Аквилу себе собирает деньги. Немного еще осталось. Ну и Аквилова сама по себе немного стоит. Сайлент на лоу ХП здесь. Йонасом Фан за ним. Шестого левела, правда, нету Акса. А так бы можно было еще раз бы крутануться и Джаггеру по голове настрелять. Десять... Не десять, а ноль-два у нас. Нипы проигрывают. Эмпайр. Эмпайр продолжает проигрывать по золоту. Они хуже фармят, чем Нипы. И по экспириенсу тоже Нипы впереди. Резолюшн отправляется у нас на топ-лейн. Врыв на Йонасом Фана. Где Торнадо? Резолюшн. Ждем Торнадо. Торнадо по двоим. Очень удачный Резолюшн у нас в итоге. Стопит сразу двоих игроков. Силкит на лоу ХП. Силкита разорвались. Здесь же умирает еще и Акс. Это мульти-дамажащая дабла из Акса. И Дазла становится, мягко говоря, фит-стротой. Не помогает никак своей команде. Только тянет якорем их вниз. Пока там Лимб на фрифарме. Ну да, в принципе, Лимб на фрифарме. О чем можно говорить? Конечно, по фарму у Нипов все великолепно. Лимб 4200. 4200 также у Эры. Ну и дальше Резолюшн на 1000 отстает от каждого из игроков команды Нип. А где Эра такие деньги вообще сумасшедшие собирает? Это, я так понимаю, лес. Потому что по Нетворцу, по Крипстату точнее. Ну и Резолюшн, да, уже просил по Крипстату. 43 для него и 60 для Эры. Плюс там есть жирные Крипы из леса. Которые стоят гораздо больше, чем 50. Слардар уже с Даггером. И есть у Лимба также Пауэр Трэнс. Включил. Включил здесь Спринт у нас с Лимб. Резолюшн если найдут, то должны убить. Ну знаю точнее, где Резолюшн. Просто надо бы ворваться в него. Но относительно Сейвова сыграл Резолюшн. Отошел по Т2. Вообще команде Эмпайр, вообще Крофизнессу нужны все ульты необходимые. Йоку и Зевс и все эти ульты тогда смогут в кучу вообще собрать команду Эмпайр и суметь какие-то масс файты организовать. Пока что в индивидуальных файтах все-таки Эмпайр помощнее будут. Просто потому что они количеством берут. Постоянные ганки. К Лимбу никто не приходил. Да и смысла не было и Лимб. Не отправлялся у нас никуда. Теперь Лимб имеет возможность уже куда-то полететь. Ну все, начинается драка у нас. Не у нас он фана. Собирается выйти Сайлент. Лимб под Спринтом уже должен сюда бежать. Да, так и есть. Сейчас прыгнет у нас на Сайлента. Сайлент скорее всего умрет. Нет, Сайлент успевает здесь раскрутиться. Под Амплифай дэмэджем. Лимб дальше за Сайлентом. Есть Даггер. Через 5 секунд еще один Амплифай дэмэдж. Йоку. В песок и бежать отсюда. Алоха Дэнс. Верхняя есть, нижняя есть. Но Алоха Дэнс скорее всего здесь умирает. Ульта пошла от Йонаса Фана. Скорость бега достаточно крутая. Йоку подкопал на Спайну Сумфану. Бежать дальше Йоку. Ну, одна нижняя. Ой, точнее, одна средняя, одна дальняя от Эры. И один удар с руки. Эра здесь на ура вообще. Отыграл. И Сэф забирает Сэнкинга. Два фрага делает команда НИП. Ну и по золоту НИПы. Две с копейками. По Экспириенсу тоже две тысячи НИПы. Что-то Эмпайр... Нарахитили немножко. И что примечательно. У Сэнкинга третий подкоп, четвертый Сэнсторм. Сэнкинг без эпицентра у нас. Йоку, видимо, ждет появления Даггера. Или вообще чего-то появления ждет. Т1 развалили крипы. И пока команда НИП просто между Т1 и Т2 гуляет на топ-лейне. Ну, нагло себя чувствует. Осмелел здесь Сэнкинг. С Йонасом Фаном тоже все в порядке. С психикой не сильно загнобили на линии Акса. Поэтому можно и пофайтиться. Ну и для Йонаса Фана уже готов вангвард. Даже еще и на сдачу останется немножко. Ждем появления Даггера у Акса. Слардар разваливает Зевса. Алоха Дэн здесь подставляется. Просто на ровном месте. Пошел обгонять здесь Хэнскина Резолюшн. Ну все. Колдснэп по Хэнскину. Хэнскин здесь умирает. Все. Резолюшн. Быстрее бежать отсюда. Сколько Торнадо дамажит. Достаточно, да. 300 дамажит Торнадо от Резолюшна. Сейчас. Ну что, Резолюшн у нас. Еле-еле ушел от лимпа. Да, Квас, конечно, свое дело сделает. ХП реген достаточно крутой. У инвокера можно на базу и не бегать. Ну и мана реген тоже неплохой относительно. Поэтому, но Резолюшн вот решает все-таки оттянуться на Фонтан. В принципе, можно уже обливент став там один забрать. Чтоб Курьера зря не мучить и потом лететь на линию. У Йоку. 1900 на руках. Ждем от Сенкинга Даггер. Очень нужен. Очень. СФ в это время забирает Алоха Дэнс. Да что за фидер в составе команды Эмпайр. Третий раз умирает у нас уже Алоха Дэнс на Зевсе. Йоку продолжает фармить. Интересно бы узнать вообще текст, что Сенкин говорит во время Сен-Сторма. Что он там кастует и какие заклинания произносит. Я думаю, вы слышали, он постоянно глубоким тембром что-то монотонно начитывает. Свой новый рэп-альбом. Лимб на Т1. Поднимает ветра здесь Резолюшн. Ну и не смог заденайть, потому что крипы здесь и машинка таранили. Тауэр. Так, врыв пошел у нас на Зевса. Еще одна смерть от Алоха Дэнса. Поднимает ветра здесь Инвокера. Резолюшн быстрее в Герст Волк и бежать отсюда. Мом появляется на Джиггернауте. Сайлент и нужен вообще больше всех здесь. Сайлент девятого левела. Хоть какая-то помощь же будет от Сайлент. У Йонаса Фана уже есть Даггер. Проигнорил вообще Вангвард. Йонаса Фан купит чуть-чуть попозже. Приобрел Даггер, потому что НИПы помощнее смотрятся. 5 тысяч по золоту. 4 тысячи по Экспейта. При счете 5-5. Формят намного лучше. У нас НИПы в данной игре, поэтому Эмпайр сейчас в каком-то около донном состоянии. Йонаса Фан готовится ворваться на Сайлента. Можно в принципе прыгнуть под Тауэр, но тогда будут проблемы. Здесь недалеко Резолюшн. Резолюшн поднимет ветра у нас Акса. А дальше Сайлент приземлится и разультится в него. Сайлент. Ловит Стан. Амплифай дэмэдж. Агрит на себя Сайлента. Подкоп от Йоку. Сайлент через Блейд Фьюри в Йонасом Фана. Развалили Акса. Погнали команду Эмпайр. Лимб на спринте. Силкит, скорее всего, здесь умирает. Силкит пытается себя подхилить. Ну все, на него сконцентрировали. Здесь Йоку ждет у нас, когда Силкит. Силкит Агрейв спадет. Все, от Алоха Дэнс. Верхняя. Можно теперь попробовать Эру развалить. Подсветили Эру. У Резолюшн есть Колд Снэп. За Эрой дальше не пойдут. Хотя можно идти. Прыгает сюда Йоку. Йоку есть Даггер. Наконец-то. Развалили здесь Леона и за Эрой. Торнадо не попадает по Эре, но совсем немного осталось. Убьют ли Эру? Эру в итоге убивают. Зевс свое дело сделал. Алоха Дэнс. За всю боль, которую пришлось испытать. 9-5. И Лимпа еще здесь убил Сайлент. Ух. Вот эта империя подралась. И пришел Йонасом Фан. Мало ему. Йонасом Фан хочет еще драки. Always on a Fly должен бежать. Ну, должен. Это не значит, что убежит. Под Грейвом здесь Йонасом Фан. Резолюшн, в принципе, на лоу ХП, но должен выживать. Киллинг Спри для Сайлента. Алоха Дэнс. Киллинг Спри. И 6 в 1 или 6 в 2 подрались. Ой, жесть какая. 3 500 в одном файте Эмпайр. 6 400 по экспириенсу. Ниппы тут просто похоронили себя в этой. Драки. Это худшее вообще из того, что Ниппы делали в данной игре. 15-ая минута. Они отдают 6 500 экспириенс оппонентам. Отдают кучу вообще фрагов. Да, 6 в 12 чего-то. Одного потеряли Эмпайр. И шестерых забрали. И по экспириенсу Эмпайр выходит вперед на полторы тысячи. По голде выигрывали Ниппы 6. Теперь примерно на 500 всего лишь опережают своих оппонентов. Но пока они в таверне. Эмпайр в принципе фармят. И это преимущество в ноль спустится 100%. Ух. Весело, конечно. У Сайлента. Есть Мом, есть Фейсбуцы и готовые Яши уже для Джаггернаута. 11-ый левел. Есть наконец-то для Сэн Кинга ульт. Йоку пока еще эпицентр у нас не кастовал. Все ждем. Есть четвертый Сэн Сторм, четвертый подкоп. Сэн Кинг очень боевой. Ну то есть боевее Сэн Кинг на девятом левеле быть не мог просто-напросто. Пассивка вообще файти не решает. У Зевса есть уже Войт Стоун. Алуха Дэнс также с Солрингом бегает. Так, Инвокер у нас Мега Килл. Кого убили? Убили Леона. Резолюшн начинает сжечь. 5-0. Резолюшн у него есть Оркет. Поэтому любой в принципе кто попадает под Резолюшн должен умирать по факту. Выход на Лимпа пошел. Резолюшн на Лимпа. Сала по нему. Ульта пошла от Зевса. Лимп на Лохэп. Йоку подкоп. Развалили Лимпа. 14-6. Да просто какое-то противостояние камбэков. В прошлой катке не пыв. Позапрошлой Эмпайр. Сейчас опять Эмпайр. Йоку под Акса. Подкоп пошел. Ну и все. Йоку бежать. Агрид не собирается. Он на Акса. Сэнд Шторм. Йонасом Фан на Лохэп. Выхиливает его силки. Дальше погоня. Здесь Курьер. Курьера бы поймать. Вангвард несет Аксу. Йонасом Фан на двоих. Агрид. Мистик Флеер. Там по Аксу. Агрид дальше. Олвесу на Флай. Отправляет в таверну у нас. Вместе с Девцом Акса. Резолюшн. Без маны. Фингер оф Дэс. Резолюшн. И Эра забирает. Забирает Мега Килл Стрик. Резолюшн. 5-1. Становится мидер. Команда Эмпайр. Ну и по галде. Нипы немножко здесь отыграли. Вообще по золоту. Нипы в ноль. И по экспириенсу. Эмпайр 2000 выигрывает. Прокликали по Сайвенту. Сайвенту увидели. Сайвент быстренько на Секрет Шоп. Ну и все. И спустился дальше. Ну а куда в принципе Сеншент вдеваться Сайвенту? Сейчас выходить куда-то, фармить на линию опасно. Нипы имеют ульты. Есть Акс с Даггером. Есть с Еулом и Даггером SF. То есть поймать Сайвента не проблема. Если по таймингу все сделать, то Сайвент отвалится. Ну, крип затесался один. Вроде красный, а вроде зеленой полоской. Так вроде нормальный крип. А так не очень. Резолюшн и Сайвент быстрее на Рошана. Ульта пошла от Зевса. Знает, где Юнусом Фан. Знает, где Хэнскин. Хэнскин умирает. Always on a fly. Быстрее в Акса. Акса тоже продамажили. Сбили ему Даггер. Ну все. Даггер уже, в принципе, готов. Резолюшн. Поднимает ветра лимпа. Йоку. Где ульты? Йоку. Йоку у нас песок под коп. Силкид под Мистик Флеером. Йоку, скорее всего, здесь умирает. Да, Йоку забирают. В итоге Эмпайр двоих игроков потеряли. Сайвент тоже умирает. Резолюшн под Апплифай дэмэджем. Под Фазами надо бежать. Отсюда агрит на себя двоих Йонасом Фан. Тим. Вайп от Нипов. Трипл килл от Йонасом Фана. Дабл килл от Эры. И Рошан тут просто на блюдечке для команды Ниндзи в пижамах. По итогу файта зарабатывают 2700 игроки Нипов. И 5800 зарабатывают по Экспириенсу. Много. Еще и Рошан тут просто бонусом падает команде Нип. Эра забирает Аэгис. У Эры почти готов в Блэкинг Бар. Резолюшн станет, мягко говоря, бесполезным, когда Эра будет с БКБ. Да все станут бесполезными, кроме Джаггернаута. Так у нас на паузу нажали. Смотрим, ждем, в чем проблема. Пока какой-то инсайд инфы нет. Никто ничего не пишет. Ладно, давайте по вещам пробежимся. У Джаггернаута, Мом, Фейсбуцы, Масков Мэднес и Аквила. У Зевса. Вот, Стоун имеется на данный момент. Сол Ринг, Транквил Буцы и Мэджик Стик. Сэнд Кинг у нас с Даггером. В Ставфу Физда 3 есть для Йоку и готовится выйти в Форс Ставф. Ну и Сол Ринг также. Тапок абсолютно обыкновенный. Скайра с Мага ничего вообще, беда полная у Уолвы Сунафлая. И Инвокер у нас уже с Оркедом. И Ставфу Физда 3 тоже для Инвокера есть. Тоже Форс Ставф выходит. У Акса появляется Блэйд Мэйл и появляется также для ССФа БКБ. Эра с Бэкинг Баром. У него демэджа нормальное количество. Есть ЕУ, есть Даггер. Поэтому ловить СФ может каждого и убегать. В принципе, от любого, кроме Джаггернаута, сможет. Джаггер единственный, кто неприятности будет доставлять Эре за счет своего ульта. Потому что плевал на БКБ. А так, в общем-то, ситуация безопасная для Эры. Регенерация! Леон приобретает Даггер. Хэн скин тут вообще, смотрю, супер богатенький. НП опять 5000 выигрывает по золоту. И по экспириенсу тоже 5000. Ну, в пятером с Лиз Эмпайра. Что еще можно было ожидать? 12-16. Тем не менее, по фрагам Империя впереди. Правда, фармят они немножко кривовато. По голде продолжают проигрывать. По Нетворцу Эра тут всех, в принципе, имеет. На 3000. Обгоняет Йонусом Фана. Сайлента. Резолюшн на 4. Даже больше 4,5. Ну, мидер против мидера. И резолюшн реально тут очень глубоко. По Нетворцу. Резолюшн должны видеть. Лим под смоком. Эра под смоком. Хэн скин. Тоже все здесь. Резолюшна, по-моему, не увидели. Форстаф, кстати, выходит Инвокер. Инвокер пустил у нас Торнадо в леса. Ни по кому Торнадо не попадает. Но видели, в чем дело. Прочекали и клацнули. Ну и надо уходить отсюда команде Эмпайр. И он сам фан сейчас загрит на себя кого-нибудь. И капец вообще. Сайлент. На лоу ХП. Не заультил даже Сайлент. Потеряли мейн керри. Успел отсюда улететь. Скайра Смака. Вот Сайлента в итоге разобрали. 600 голды за одного Сайлента зарабатывает команда Ниндзи в пижамах. И укрепляет только свое преимущество. У Эры 1500 на руках. 23 минуты сыграно. Вообще у Эмпайр дела обстоят очень плохо. Они вроде как и убивают больше. Но при этом формят ну просто очень архитично. Резолюшн у нас. На четвертом месте. Проигрывает всем кому можно было проигрывать. В составе команды Ниндзи в пижамах. И Сайлент тоже обгоняет Резолюшн. Мидер вроде так здорово начал. Но это на ранних лвелах. Теперь инвокер ну не самый полезный. Векс уже промакшен на фул. И квас на 4 вкачан у нас у инвокера. 400 от торнадо с инвокера. Так зайди же этот торнадо. Хоть что-то получилось бы. Пока что Эмпайр не просто плохо не смотрится. Им и не везет. Тотально. То Резолюшн промажет торнадо. То подставится где-то вдвоем-втроем вокруг акса. Ну то есть как-то тотальная невезуха. И все повороты не туда. Гост Волк от инвокера. 500. Move Speed. Резолюшн носится здесь как ошпаренный. Главное кого-то найти. Лимб здесь. Под Амплифай Дэмэдж отправляет одну из иллюзий. Иллюзии в итоге закончились. Резолюшн будет врываться на лимба. Но по пути к лимбу тут всю команду ожидает очень большая неприятность. Лимб отсюда упрыгивает. Реакция у Слардара крутая. Или может заранее у нас лимб юзал. Наверное заранее все-таки. Разворачивается назад на спринте за Резолюшн. Эра тоже за ним. Просветить нечем. Амплифай Дэмэдж не повесили. Вся команда Эмпайр. Сюда стягивается. Эру будут ловить. Подкоп пошел от Йоку. Йоку не кастует ничего. Эра на лоу ХП. Эра здесь в принципе умирает. Да, умирает Эра. Неплохо. Она дамажил Эмпайр. Но это же уже после смерти. Это не считается. СФа забрали. Дорого он стоил для команды Эмпайр. 960 голды за одного СФа. Ну, топный творц на карте как-никак. 1900 по экспириенсу. Пошел дальше врыв у нас с Йонасом Фана. Йоку. Да и за Йонасом Фаном. Ну, окей. Агри и Агри на себя. Колд снэп по Йонасом Фану. Неужели не отпустят у нас Акса? Толстяка Акса. Не выпускает Йоку. Еще один подкоп. Еще один Сен Сторм. И Резолюшн. Доминейтинг стрик срывает с Акса. Тысячу там заработали. Тысячу почти здесь. Две тысячи экспириенса. Что там, что здесь. Так неплохо, так можно играть, в принципе. Сайлент глубоко зарылся в лес. Не выходит отсюда. Манта Стайл у него уже имеется. Готовится, я думаю, к появлению... Ну, возможно, Даггера. Возможно, в Айовскаде пойдет у нас Джаггернаут. Еще и Леона убили во вражеском лесу. Ну, очень круто осмелела у нас команда Эмпайр. Резолюшн быстрее бежать. Отсюда под вардом вражеским... Да, под вражеским вардом пробежал у нас Резолюшн. Все, теперь можно в Гост Волк и бежать. Здесь есть Вард. Лучше сюда не спускаться. Хотя Вижена-то нет у команды... У команды НИП здесь. Есть Центрик, а Вижена не имеется. Поэтому Резолюшн, в общем-то, в безопасности. Взял ДД в... Не в бутылку, а просто взял. Теперь Колд Снэп и можно разваливать того же Лимпа. Курьер здесь напросится сейчас. Резолюшн за Курьером. Курьер умирает. Все, с одного удара. Убили Курьера. Лимп не допрыгивает до Резолюшна. Застрял в кустах. Об этом должны знать игроки команды Эмпайр. Ульта от Зевса знают, что Лимп в кустах. Но сам Резолюшн там файтиться не будет. А Йоку туда решил не врываться. Все, Лимп уже у нас выбежал. Ну, есть БКБ у нас у Лимпа в конце концов. Хэнскин. Ой, Хэнскин. Хэнскин у нас вместе с Эрой. Развалили Скайра с мага. Уже в третий раз умирает. Always wanna fly. 19-14 по голде. Опять в ноль Нипы. По экспириенсу Эмпайр чуть-чуть впереди. Ну, движется к нолю все. Йоку. Лететь отсюда и тэп аут по-быстрому вообще. Хэнскин. Подкоп в пустоту. Йоку уже на собственном фонтане. Ой-ой-ой, Эмпайр, конечно, нервы щекочет очень сильно. Эра здесь сам. Резолюшн должен об этом знать. Если сам Эра, можно попробовать убить его. Есть колд снэп. Торнадо можно вкастовать. Не лишним будет. Ну, и непонятно, куда врываться. Но понимает примерно резолюшн, что близко никого нет. Эра тоже понимает, что рядом ходит резолюшн. И уже к нему кто-то должен направляться. И Хэнскин, в принципе, здесь Finger of Death. Есть у него просветка. Надо просто Эре выманить на себя резолюшн. Ну, примерно понимает резолюшн, что делать там нечего. Уходит в собственный лес. Есть Форстаф. Есть Митрилхаммер. Орки для резолюшна. Наверное, выход готовится в Блэкинг Бар. Чтобы не получать дэмэдж от Акса. Его неприятного артефакта под названием Блэйдмейл. По голдине все еще на плаву держится. По экспириенсу график в пользу Эмпайр. 28 минут сыграли. Давайте по вещам пробежимся. У Джаггернаута появляется два Ultimate Arbass сразу же для Сайвента. Почти готов в скаде. Леон в это время забирает резолюшн. А где, как, почему, как это называется. Сайвентсом Фантом был и вместе с Хэнскином развалили у нас мидера команды Империя. 600 голды и почти 2000 экспириенса. Такова цена была за голову резолюшна. 15-19 счет. Нипы продолжают лидировать. Ну и начинают потихонечку графики в свою сторону поворачивать. У Сайлента немного совсем. 1200 остается до Айовскаде. Он будет покрепче, будет переживать все, что необходимо переживать керри команды в Лейте. Эра забирает еще один тавер для команды Ниндзи в пижамах. Внешние тавера остались только внизу. И то очень сильно битый. Очень-очень сильно битый Т2 на нижнем лайне. Хэнскин на Роху Рошана еще нет. Уже туда пингует у нас инвокер. Есть, если что, экзорт вкачан. Если что, с андстрайком проверить можно будет. Но опять же, есть Алоха Дэнс. Ну, нет. У Зевса ульты нет. Все живы. Резолюшн наконец-то у нас отреспаунился. Можно пойти попытаться вытащить кого-то. Йоку я ни разу не видел нормального эпицентра. Йоку как-то без эпицентра все время. Подкоп от Йоку. Ульта пошла у нас от Сайлента. Убили в итоге Акса. Акс сразу же байбэк. Йоку на лоу хп через Finger of Death. Развалили у нас Йоку. Йоку опять не проультил. Лимп на лоу хп. Always on a fly. За лимпом бежать нет смысла. Силкит подхилит его. Ульта пошла от Эры. Ну и СФ забирает Джаггернаута. Бедняга. Сайлент. Дальше за Always on a fly. Даггер через 5 секунд. Ну и так нормальная скорость у Йоку Сумфана. Акс под Салом. Но здесь Always on a fly догорит. Хотя вроде как Хеллингвард едет рядом. Но толку от Хеллингварда вообще никакого. Минус 3 делает команда НИП. Что-то мне подсказывает, что Эмпайр сольют эту катку. Не нравится им Best of Five выигрывать со счетом 3-0. Т2. Последний. Т2 для команды Империя. Упал. Все. НИПы могут заходить на хайграунд. Пока минус 3. Они вообще обязаны это делать. Эмпайр. Сейчас примерно понимают, что ничего хорошего в этой игре их уже не ждет. Они 3000 всего лишь по золоту проигрывают. По Экспириенсу 5. Это не так критично на 31 минуте. Но как-то все не то для них. Все не получается. И какие-то фейлы на фейле. Йоку ни одного ульта. Ну когда такое было, чтобы Сэнд Кинг от Йоку не заходил? Чтобы вообще Йоку не заходил. Я не помню такого от Империи. Йоку подкоп по Хэнскину. Должны забирать здесь Леона. Резолюшн в инвиз. Ульта пошла от Йоку. Ну и вся ульта в никуда. Половина в лимпа, которая в БКБ. Вторая половина вообще в никуда тоже. Просто убежал у нас Йоку из зоны, где можно было дамажить. Сайлент единственный. Рыгает за всю команду вообще. Лимп на лоу ХП. Можно лимпа попробовать забрать. Сайлент назад. Назад не дерется. В ветрах летает у нас Эра. Ну и Эру хоть убили. Йоку у нас на фулл ХП просел. Йоку в этом файте, как я понимаю, не умирал. И ульта у нас у Такса еще по резолюшену. Лимп. Стопит Сайлента. Finger of Death. Убивают еще и мейнкерри команды Эмпайр. На лоу ХП Йоку. Йонасом фан. Йоку здесь в принципе дожирает. Дабл килл. Алоха Дэнс. Минус 4 команда Эмпайр сделает. 4 в 4. Давайте файт рекап смотреть. Быстрее, быстрее, быстрее. Ай, 2 в 2 всего лишь показывает. Алоха Дэнс, короче говоря, остался живым. Или он тоже в этом файте остался живым. Но то, что забрали... То, что забрали мейнкерри команды Эмпайр, это вообще неприятно. Ну, с другой стороны, забрали лимпа. Тоже ведь не последняя личность. Забрали Шадоу Финда, который вообще топный творц на карте. Эрот дорогой персонаж, дорогой герой. Так что все хорошо. Сайленту до появления Айов Скади надо продать Квилинг Блейд. И, в принципе, все. Скади будет. Фогал Диа. Эмпайр больше заработали. Где-то на полторы тысячи сейчас НИПы выигрывают. По экспириенсу НИПы 2 500 впереди. Ну, Эмпайр, в общем-то, по-прежнему ведут по фрагам. Это факт. Но у Эмпайр нет, правда, внешних товаров. Ни одного. У команды НИП топ снесен до хайграунда. И на мидлейне до сих пор два товара стоит. Здесь вообще Тауэр на Ладон дышит. Но никто к нему не приходил и не прикасался вообще из игроков команды Эмпайр последние минуты 10-15. Как только выйду, там кто угодно в соло его очень быстро развалит. У Сайлента есть Скади. Еще и после Скади 900 по голде. Сайлент, в общем-то, нормальный боец. Хорошая единица, которая может с лимпом разобраться в раз вообще. 2400 своего, хп 1700 у Слардара, поэтому Сайлент помощнее будет, намного. 16-й левел Слардар. Сайлент почти 19-й. Под смоком. Команда НИП. На Рошана или куда? Ульта от Девсов. Никого вообще. Примерно понимаю, что здесь на Рохе движуха. Торнадо пошло у нас от Инвокера. Никого не увидели. Вот они два захода, видите? Вот так вот идет команда НИП. Спину Эмпайром. А Эмпайры нарисовали вот такой вот заход через Секрет Шоп. НИПы очень крутой мув здесь проводят. Но здесь уже у нас готовы файтиться Эмпайр. Так, лимп рывается у нас в спину. Ульта сразу же от Сайлента. Сайлент переключается на Эру. Раскрутился Сайлент. Агрит его на себя Йонасом Фан. Сайлент должен жить. Йоку разультился. Развалили лимпа. Минус 3 делает команда Эмпайр. Эрап все еще живет. Эрап с резолюшеном в соло. Хилингвард от Сайлента тут просто спасает вообще все, что только можно. Йонасом Фан. Быстрее, 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 быстрее. Бежать отсюда. Отсюда и Эрап бежит. Колдснэп по нему. Йоку подкоп по Эре. Колдснэп с Эрап спадает. Эра пока что живет. Хилингвард в итоге разбил. Йонасом Фан готов рываться. Бласт пошел по Эре. Эра на лоу хп. Разваливается здесь Эра и разваливается резолюшен. Но Йоку в соло против Йонасом Фана. Агро нет у Йонасом Фана. Но Йоку должен отпускать на самом деле Акса. Да никуда вообще никому ничего не должен. Йоку за Йонасом Фаном. Но здесь 500 хп. Но не добить никак. Сенкингу нужно разворачиваться. Нет, бежит Йоку. Куда ты? Йоку подкоп по Аксу. Но сюда уже летит ТП. Зачем Йоку? Ну это же просто хрень какая-то. Зачем было бежать за Аксом? Ну, если я видел, что у Акса 500 хп. То Йоку это прекрасно видел. Какая вообще была цель. И чем можно было убить здесь Акса. Непонятно. 27 хп реген в секунду. У Йонасом Фана. Он так и бежал. У него Кримзон Гвард есть. У него есть Блейд Мейл. Транквилы включенные. Куда дальше пёр Йоку, вообще становится неясно. Ну ладно. По золоту Нипы в ноль. По экспириенсу Нипы 2500 выигрывают. Этот фраг от Акса и от... Кто там ещё приходил. Я не обратил внимания. По-моему, Даззл. Вообще был необязательным. Вот абсолютно необязательным. Эмпайр тут ошиблись. И конкретно ошибся Йоку. Это безусловно его ошибка. Йонасом Фан. Загрил у нас Сайлент. С Мистик Флэр под ноги Йонасом Фан. Ну что здесь с Олвейсом на Флайм случается? Вот он. Блейд Мейл в Мистик Флэр. Сайлент. Налог хп. Убегать отсюда. Под Амплифай дэмэджем он. Надо переключиться хоть куда-то. Развалился у нас Сайлент. Хэндскин. Умирает. Силки тоже на ЛОХП. Но здесь Резолюшн умирает. Минус 3 делает команда НИП. Ульта пошла от Алоха Дэнса. Но никого ульта не добивает. Ну и дальше Акс. За Зевсом. Зевс мертвый. Йоку, врывайся. Все будет окей. Лим поджигает здесь Йоку. Ну и все. Команда Эмпайр, по-моему, просрала этот матч. Иначе и не скажешь. Вроде как все хорошо было. Вроде так старались. И все так классно. Ну и фит, фит, фит. Куда ты денешься с такими мувами? 7000 по экспириенсу НИПы. По голде. 2.5 тоже НИПы. И самое страшное, что НИПы очень неприятные сами по себе. Вот по набору героев. Вроде бы на какие-то копейки выигрывают НИПы. Вот чуть-чуть совсем. Но как не посмотришь, файты просто в хлам вообще разносят команду Империи. Резолюшн, Бласт по двоим. Ну и что? И Бласт окончен. Лимб дальше за резолюшеном. Быстрее, 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 быстрее бежать. Резолюшн, БКБ еще 5 секунд. Резолюшн отсюда не уходит. Агар на себя. Йоку. Ульта в лимба. Лимб должен умирать. Нет, лимб под БКБ. Еще и под Грейвом. Йоку выталкивают. Йоку погибает. Эра на хайграунд. Always on a fly. Начинает тут идти как слоу-пок. Развалили Always on a fly. Йоку здесь байбекается. Ульты, правда, у Йоку нет. Но даже если и была бы, то бессмысленно была бы. Эра на половине хп. Сайлент за ним. Сайлент без байбека. То есть Сайлент не байбекался в данной ситуации. Дальше за Нипамио. Зевс, Ульта, Лоха Дэнс гонит всю команду Нип. Ну и они живы. А Эмпайр вынуждены были байбекаться. Еще там какие-то мувы нелепые. Всего, короче говоря, по чуть-чуть. И Нипы опять в плюсе после этого файта окажется. Йоку что-то дикое в этой игре делает. Может вообще не пошла игра. Может, я не знаю даже, что может. Просто... Просто все не то. Смотришь на Сэнкинга, все не то. Окей. У Сэфа есть уже Талисман оф Эвейджин и Квартер Став. Эра готовится выйти в Баттерфля. Остается 1300 до него. У Дазла 2 стоны на руках. Силкид, скорее всего, Даггер себе приобретет. У Акса 2 400 на руках. БКБ 9-секундный. Йонасом Фан, в общем-то, в безопасности. У Леона есть Даггер и 1500 для Хэнскина на руках. Можно в Аганим выходить. Нет, приобретает себе Виталити Бустер Хэнскин. А куда это? В Ротов Атос? Скорее всего, да. Думаю, да. У Скайлес Мага есть Став и Физер Дрив. В общем-то, Улвису на Флайт до Ротов Атос так и не дорос. У Йоку есть Даггер, Фор Став и Еул. У Сайна Т2 100 после появления в Скаде. Здесь, конечно, вместо Сэнкинга больше бы хотелось видеть Магнуса. Вот это была бы огромная польза. Джаггер тогда больше демиджа наносил бы за счет Эмпауэра. И вообще собирать всех вместе, игнорировать БКБ было бы важно. А так врывается Йоку у нас с Эпицентром. И Лимп просто юзает Блэкинг Бар. И Лимпу плевать, и Аксу плевать, и Эре тоже плевать на Эпицентр. То есть даже с места их не сдвинешь. У Эре появляется Баттерфляйка. Откуда 1300 вообще у Эре? Как? Вот просто на ровном месте 1300 капнула Эре. Даже немножко странно. По голде 8000 НИПы. По Экспириенсу 14000 тоже ниндзи в пижамах. Лимп заходит на Секрет Шоп. В Инвизе Лимп. Резолюшн должен понимать, что кто-то там есть. Прокликали и НИПы здесь. А кто там? Кто там так пилит вообще Эншентов? Кто это? Это иллюзии что ли? Да, это иллюзии Сайлента там миссии или Эншентов. Эра врывается на хайграунд. Моментально умирает здесь Скаря Смак. Резолюшн точно так же у нас отправляется в таверну. Даблкилл от Эры. Дальше погоня за Сайлента. Фингер оф Дэс. Сайлент. Да, это худшее из решений, наверное, Блэйд Фьюри здесь провязать. Сайлент умирает. Йоку под коп. Выталкивает себя. Ну, минус сторона. Это точно. Уже перетягивается команда НИБ вниз сюда к Т3. Сторону должны забирать или мид? Или что? Или просто уходят? Просто уходят с крипами. Да, все правильно. Не заметил я, что крипов не было на базе. Все, пачки крипов развалили. Быстро, быстро, быстро. Не жалеют ни скиллов, ничего абсолютно. Главное, зайти на хайграунд с крипами. 56 секунд не будет Сайлента. Байбэка у него не имеется. Байбэк только у лимпа. Резолюшена 40 секунд не будет. Т1 и, скорее всего, линия мид. И, скорее всего, еще одна боковая линия. Или Т4. Ну, лучше, наверное, боковая линия. Как минимум, милишный барак можно снести. Да, перемещается уже сюда лимп. Здесь уже есть эра. Будут стараться милишный барак свалить. Или рейнжевой. Рейнжевой разваливает у нас в итоге непы. Отваливаются куски. Минус две стороны импайр. Просто на ровном месте. Алоха Дэнс приобретает себе рефрешер орб. Главное, не сливайся сейчас. Алоха Дэнс. И все. Этот рефрешер орб вместе с Алоха Дэнсом будет... ...в таверне еще 75 секунд. Какая хрень вообще. 38-31. Нипы. 15 тысяч по голде. 20 тысяч по экспириенсу. Идут сносить третью сторону импайр. Что же с вами случилось в перерыве между второй и третьей игрой? Почувствовали, видимо, уже победу свою где-то после второй катки. Все-таки слишком серьезно они там наваляли непам. Ну и расслабились. Расслабились, за это и отхватили. Нипы по голде. 15 тысяч по экспириенсу. 22. Повторяется ситуация с прошлым матчем. Вроде так классно шли у нас. Эмпайр выигрывали 12-6. Можно просто не сливаться и убивать. Не сливаться и убивать. Убивать и не сливаться. Это простейшая схема, которая работает. Сэн Кинг, конечно, очень сильно от Йоку разочаровал. На удивление. Так по факту быть не должно было. Ну, что теперь поделать? Я думаю, у нас впереди еще одна карта ожидает. Пятая решающая. Бест оф 5, так Бест оф 5. 5 из 5, ну, разве можно раньше закончить? Зачем? Нипы под ультой Дазла. Ну, ульта Дазла, в принципе, сейчас спадает. Ну, дефа очень много. Плюс 29 дефа было у СФ только что. Ну, это как-то... Как-то слишком хорошо. Аганим, что ли, есть? Нет, нет. У Дазла нет Аганима. Резолюшн дефает свою сторону. Ну, давайте посмотрим просто на Нетворса и на вещи. Ну, вот 25 тысяч Эра, 20 тысяч Йонусом Фан, 17 для Сайлента. Дальше Алоха Дэнс, 14 тысяч. На втором месте Резолюшн в своей команде, конечно. Резолюшн на третьем месте в своей команде и 13 500. Против Лимпа, 16 500. Третий в составе Нипов. Сайлент приобретает себе... Что приобретает себе Сайлент? БКБ. БКБ покупает Джаггернаут. Десятисекундный, новенький, еще ни разу не юзанный Блэйкинг Бар. Йонусом Фан на Резолюшна пошел врыв. Битняга Резолюшн, БКБ провязал, развалили. Акс у нас убивает Резолюшна. Дальше можно идти и просто Эмпайр наказывать. 39-31. Империя проигрывает уже и по фрагам, и по золоту, и по экспе 20 тысяч. И по сторонам, и по всем вообще фронтам. Просто подарили победу своим оппонентам. Ну, не пождут пачки крипов. Все, в принципе. Ульты все есть, кроме ульта Дазла. Но тут 20 секунд, и ульт Дазла не критичен на самом деле. Можно и без него. Йоку. На Эру, Эра под Грейвом. Так, пошла ульта у нас от Сайлента. И такое ощущение, что в никуда Сайлент бьет. БКБ на лимпа. Алоха Дэнс. Должен успеть дать ульт, не успевает дать второй ульт у нас. Алоха Дэнс. И в Хигсе так и остался Сайлент. Дальше за Йонасом Фаном. Забрали лимпа. Агрит на себя Сайлента у нас Йонасом Фан. Хилингвард есть от Сайлента. Подкоп от Йоку. Эра на лоу ХП. Эру надо забрать. Ну, сколько можно вообще терпеть? Это Йоку отходит от Йонасом Фана. Ульта от Эры. Сайлента выталкивают прямо под Эру. И Сайлент бежит отсюда. Просто с руки разбивают Сайленту таблицу. У него нет байбэка. 900. Голды не хватает до байбэка. Йоку тоже отправляется в таверну. Без байбэка Йоку. Все без байбэка. Это ГГВП. Нет, это не ГГВП. Выкупается у нас Йоку. Выкупается у нас, по-моему, Резолюшн. Нет, Резолюшн не выкупается. Ну, вот здесь топ-лейн продолжает страдать. Эра живой. Йонасом Фан живой. Как против них драться, пока что непонятно. Резолюшн здесь с Форгенами и с Алакрити. Сунафлай вытаскивает на себя Йоку. Ой, Башер появляется здесь у Эры. Просто истерика какая-то. Алакрити на Резолюшн. Резолюшн колдснэп Аэре. Агрит на себя Акс. Минус Резолюшн. Ну, это точно ГГВП. Давайте уже заканчивать это издевательство. Все, ГГ пишет Резолюшн. Счет становится 2-2. Нас ожидает пятая катка. Не хочу комментировать эту катку. Будем комментировать пятую. Все, услышимся через 3-4 минуты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.